Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. 118 заболевших за сутки в столице республики готовы к вакцинации от коронавируса. 128 заболевших за сутки вакцинации от коронавируса. Конечно, одной из главных и первостепенных задач в этом году стала минимизация распространения COVID-19 в республике и сохранение здоровья граждан. На сегодня ситуация остается напряженной, но уже сейчас увеличивается коечный фонд, налажена система реабилитации для переболевших пациентов, а в ближайшее время в Чувашию поступят вакцины от коронавируса. Здесь приходилось постоянно маневрировать и находить такие решения, которые бы позволяли с одной стороны находиться на плаву, с другой стороны сделать прежде всего фундаментальные какие-то заготовки для дальнейшего роста. Основным инструментом в реализации главных задач стал комплексный план развития республики. Он составлен на ближайшие пять лет и разбит по направлениям. Для каждого муниципалитета разработана своя программа. Зачастую проблема была в том, что даже имея четкие планы, утвержденные мероприятия, запланированные объекты, отсутствуют проектные решения и соответствующие утвержденные проектно-смертные документации. Автоматически невозможно даже реализовать эти задачи. Поэтому уже в текущем году на эти задачи было выделено порядка 150 миллионов рублей на то, чтобы запроектировать дополнительные объекты. Ну и на следующий год в рамках проекта уже на эти цели заложили 600 миллионов рублей. Коснулись в интервью и вопросы поддержки предприятий республики. Она осуществлялась полномерно, а в условиях пандемии увеличилась в разы. В агросекторе ставку делают на модернизацию технического парка, создание новых животноводческих ферм и развитие переработки. Это прежде всего техники и оборудование для производства сельскохозяйственных работ. Создание новых перерабатывающих центров для того, чтобы вести животноводство, то есть комбикромовые заводы, строительство самих животноводческих ферм, в том числе маленьких. Главным вектором движения для предприятий промышленных и сельскохозяйственных должно стать увеличение экспорта. Республика достигла в этом вопросе определенных результатов. Теперь нужно двигаться дальше. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Суточный прирост заболевших коронавирусом составил 118 человек. Выздоровели 24 пациента, летальных исходов 3. В ближайшее время в Чувашию поступят более тысячи доз вакцин от коронавируса «Спутник Ви». Они будут распределены между 11 медицинскими организациями республики. О том, как будет проходить вакцинация и какие есть противопоказания, расскажет Инесса Потапова. Бесплатная добровольная прививка от COVID-19 будет проводиться в первую очередь врачам, учителям и соцработникам. Тем, кто чаще всего контактирует с людьми. Перед этим необходима консультация врача. Вакцинация будет проходить в два этапа. Второй этап через три недели после первой прививки. В прививочных кабинетах поликлиники уже готовы для того, чтобы прививать эту вакцину. Одним из условий хранения вакцины, все вы, наверное, уже знаете о том, что эта температура не выше минус 18 градусов. В медицинских организациях закуплены все морозильные камеры и холодильники с морозильными камерами. Еще раз повторюсь, мы готовы прививать наше население. На сегодняшний момент все медицинские работники в кабинетах вакцинации, как врачи, так и медицинские сестры, обучены. Вакцина «Спутник Ви» создана на основе аденовирусного вектора, который выполняет роль курьера для доставки в организм человека информации о коронавирусе и выработке иммунитета. Еще две вакцины, которые также у нас зарегистрированы в России, это директоровские вакцины и Центр Чумакова, они проходят третью стадию клинического испытания. То есть она подразумевает обязательно плацебо пациентов. То есть это будет группа плацебо, это плацебо-контролируемое исследование. Ну, это, то есть не менее 30% пациентов будут получать пустышку. А в отношении вакцины получается «Спутник Ви», здесь уже будут все дозы, те, что вот ту цифру, которую назвала, так сказать, что мы думаем сюда, это будет уже вакцинарный препарат, без пустышки, без плацебо-контролируемого исследования. Специалисты отмечают, что вакцина предназначена исключительно для лиц от 18 до 60 лет. Не допускается делать прививку во время беременности, а также при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Людям с хроническими заболеваниями необходимо прививаться с осторожностью. Это хронические заболевания печени и почек, это заболевания хронические сердечно-сосудистые, то есть в анамнезе или был инфаркт, это могут быть ИБС, наблюдение, да, у терапевта, то есть ишемическая болезнь сердца. Это заболевания нервной системы, сюда относятся эпилепсия, сюда относятся инсульты. Медики отмечают, что после вакцинации некоторые пациенты могут почувствовать недомогание. Но большинство людей вакцинацию переносит хорошо. В прошлом месяце более 40 медработников республики защитились от коронавируса. У первой партии вакцины, сотрудники, которые были вакцинированы от новой коронавирусной инфекции спутником ВИП, в принципе, ни у одного из них не наблюдалось никаких побочных явлений. Мы очень рады, что у них не было ни температуры, ни каких-то там других проявлений, ломаты в теле. То есть все наши сотрудники перенесли вакцинацию абсолютно без всех побочных эффектов. На сегодняшний день они все прошли полный курс. То есть они сделали и первую вакцину, и вторую через 21 день. То есть за ними за всеми наблюдалось, и самочувствование, удовлетворительные перенесли хорошо. Они очень доволены тем, что, в принципе, успели привиться, не заболев, и создали действительно свой вклад в создание иммунной прослойки нашей Чувашской республики. Начиная со следующего года, все желающие смогут записаться к врачу и сделать прививку от COVID-19. В Республику поступили средства на ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Вот что сказала по этому поводу министр труда и социальной защиты Чувашской республики Алена Елизарова. Средства поступили в размере более 82 миллионов рублей. Этого объема будет достаточно, чтобы перевести жителям нашей республики, семьям с детьми, выплату до конца декабря текущего года. Это стало возможно благодаря личному участию Олега Алексеевича Николаева в выстраивании взаимоотношений с соответствующими федеральными органами власти. Отмечу, что на текущий год объем средств, выделенных на поддержку семей с детьми, в частности на выплату третьего и в отношении третьего и последующих детей, в республике выделено более 800 миллионов рублей. Изменения на портале госуслуг, оформление листков нетрудоспособности, осрочка от призыва на военную службу – правовые новости от компании «Гарант». Портал госуслуг дополнен новым функционалом. Теперь каждый зарегистрированный гражданин будет уведомлен о персональных пособиях и льготах, которые ему положены. Также на портале пользователи известят о возбуждении исполнительного производства. Информация о доступных мерах социальной поддержки, способах ее получения и перечне документов, которые для этого потребуются, будут появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Для того, чтобы такая услуга заработала, необходимо дать согласие на получение таких уведомлений. Также уведомления о возбуждении исполнительного производства автоматически будут поступать от органов Федеральной службы судебных приставов и отображаться в личном кабинете пользователя. Отмечено, что предусмотрена возможность отказаться от такой услуги, а отказ можно оформить в личном кабинете. Минздрав урегулировал вопросы оформления электронных листков нетрудоспособности, а также уточнил порядок выдачи бумажных больничных. Новые правила оформления больничных начнут действовать с 14 декабря. Если работник числится в разных организациях, ему могут оформить один электронный листок нетрудоспособности. А каждому работодателю достаточно будет сообщить номер такого больничного. По новым правилам электронный больничный разрешили продлевать как на бумажном носителе, так и наоборот. Аналогичное правило предусмотрено и для дубликатов больничного листа. Также среди нововведений появилась необходимость предоставления СНИЛС для оформления электронного листа нетрудоспособности. Причем, если больничный оформляется в связи с необходимостью ухода за больным членом семьи, то СНИЛС вносится на каждого члена семьи, за которым осуществляется уход. Также 4 декабря вступил в силу закон, расширяющий категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Так, в соответствии с новыми правилами, отсрочка предоставляется гражданам, являющимися опекунами или попечителями несовершеннолетних родных, брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных содержать их по закону. Также на отсрочку имеют право граждане, у которых на иждивении четверо и более детей в возрасте до 16 лет, или лица, имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более до 16 лет. Информационный туристский и культурный центр Минкультуры Чувашии проводит конкурс на лучший фильм о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Во время вторжения Гитлеровской Германии укрепительные сооружения в прифронтовых районах и в глубине страны стало важнейшей задачей. На территории республики тогда прошли линии двух оборонительных рубежей. Они возводились для защиты крупнейшего промышленного центра Казани. Было принято решение о создании документально-хроникального фильма, который бы отразил подвиг трудового народа. Основное внимание будет обращено на оригинальный синопсис, на возможности создателей фильма, на техническое оснащение. Продолжительность фильма до 25 минут. Сам конкурс продлится до 18 декабря. Победитель получит 1 миллион 200 тысяч рублей. Подробная информация размещена на сайте госокупок rts.tender.ru Ученики Красно-Читайской школы вошли в пятерку лучших команд на спартакиаде молодежи России до призывного возраста. Это уже не первый успех ребята и их тренера. Учитель физкультуры Эдуард Романов считает, что хорошая физическая подготовка еще никому не помешала. И неважно, какую профессию выберут его ученики, уже 10 лет он целенаправленно готовит ребят к спартакиаде молодежи. Команду набирает из учеников 8-11 классов, увлекающихся спортом. Его подопечные трижды были победителями по военной подготовке в 2010, 2013 и 2016 году. Мы благодаря ребятам в первую очередь вернули наш регион в пятерку лучших команд России. Чем мы достаточно, можно сказать, довольны и горды. Потому что соревноваться со сборными регионов, обычным сельским школьникам, и показывать, можно сказать, достойную конкуренцию очень сложно. У Ивана Сармандейкина большие планы. Он хочет поступить в военное училище. В команде занимается с удовольствием. Я думаю, наша команда очень плотеная. Мы друг друга поддерживаем, каждый как к брату относится. Участвовали все вместе, как одна большая семья. Преподаватель наш, он вкладывает душу в нас. С ним приятно работать. Все стараемся изо всех сил. Решил пойти по стопам своего деда и Александр Агаськин. Он до сих пор вспоминает самые сложные моменты всероссийских соревнований. Самое сложное было бежать 3000. Мы его бежали на третий день. Бежали вокруг озера. Воздух был свежий. И нам повезло с погодой. Погода была как раз хорошая. И поэтому бежалось более-менее легко. Я собираюсь поступать в РВВДКУ. Мне это полезно для поступления и для себя, для развития физической формы. Ребята тренируются на старом стадионе. Им очень не хватает специализированного тира, хорошего спортивного оружия, габаритных макетов и другого инвентаря. Эдуард Романов уверен, что мог бы подготовить сборную команды Чувашской республики, если бы позволяли условия. И очень рассчитывает на помощь заинтересованных людей, органов власти. Стали известны лауреаты национальной студенческой премии. В номинации «Киберспортивный клуб года» лучшим стал клуб Чувашского государственного университета имени Ульянова. Интересный вид спорта. Здесь не обязательно быть сильным, ловким или быстрым. Главное – это усидчивость, самоконтроль и любовь к компьютерным играм. Ребята из «Киберклуба» Чувашского госуниверситета точно знают в этом толк. Инициатором создания сообщества в стенах учебного заведения стал Кирилл Охотин. Он увлекся играми еще шесть лет назад. Поступив в университет, вышел с предложением создать клуб. Сейчас в нем занимаются уже 25 человек. «Киберспорт» – это такой вид спорта, где в качестве дисциплины используются компьютерные игры, в которых добавляется соревновательный элемент. То есть спортсмены используют как спортивный инвентарь компьютеры, планшеты, смартфоны, прочие игровые устройства. Всероссийский конкурс состоял из трех этапов. Самопрезентация, собеседование и итоговая защита проекта. Экспертная комиссия отметила то, что Чебоксарский клуб весьма активен. Здесь проводят соревнования, мастер-классы, встречи с известными в сфере компьютерного спорта людьми. Все это напрямую влияет на пропаганду нового увлечения молодых. Мы идем дальше и не останавливаемся только на компьютерных играх, но также начинаем двигаться в направлении VR, и AR, спортивного программирования. То есть это больше уже IT-технологии, а не только игры, не только спорт. И в этом году наш университет помог нам также с техническим оснащением. То есть сейчас уже закуплены 9 компьютеров для кибер-клуба. В планах клуба обучение судей, комментаторов, организация зон для занятий и турниров. Ребята уверены, в играх легче осваивать цифровые технологии. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. Студентка Чувашского государственного университета имени Ульянова стала финалисткой Всероссийского младежного кубка по менеджменту. Это один из проектов президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, принимают стратегические решения, устраняют возможные проблемы и разрабатывают план ее дальнейшего развития. В полуфинале победила Мария Марковкина. Мы связались с ней по скайпу. Как вам удалось победить? Мне помогла подготовка, тщательное изучение всех справочников, которые даются, изучение работы бизнес-модели, прогнозирование всех показателей. Так что суть в том, чтобы научиться видеть результат своих управленческих решений в цифрах и сделать так, чтобы компания стала самой лучшей. Как проходила подготовка в условиях коронавируса? В этом году было два тренировочных этапа. Можно было изучить финансовую модель. Далее прошел отборочный этап. Это все было онлайн. Все команды принимали решения заочно в своих городах. Далее полфинала проходил очно-заочно. Некоторые участники были онлайн на площадках, а некоторые участники были дома и принимали управленческие решения. Команда стояла из новых людей, которые видят друг друга впервые. И нужно было договориться принимать новые решения вместе. И сделать так, чтобы решения были самыми оптимальными. Как готовитесь последние дни перед финалом? В последние дни, освежая память, еще раз читаю справочник, потому что на основе этого справочника строится вся модель. И проверяю свои наработки расчетов, потому что они мне очень сильно помогут. В случае победы что планируете делать дальше? Как вы думаете, поможет ли это вам в дальнейшем? Победители Кубка Управляй получают грант на обучение в магистратуре и также возможность пройти стажировку в российской компании. Все это замечательные возможности, и они помогут победителям в будущем. Мария готовится к финалу. Он состоится с 9 по 10 декабря офлайн сразу в пяти городах. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. А Маша поедет в Москву. Пожелаем ей удачи. Ульяна Питакова, Георгий Кривошейн, Республика. Успеть за 72 часа онлайн-видеоквест с таким названием стартовал в столице Чувашии. Творческое испытание началось сегодня и продлиться до 24 декабря. Об условиях конкурса Юлия Важенина. Школьники, студенты, молодежные объединения, волонтерские команды и творческие коллективы. Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 14 до 30 лет. Участникам нужно сформировать команду из 5-8 человек. Каждый из них получает задания от организаторов конкурса на определенную тему. Командам нужно подготовить видеоролик в течение 72 часов. Всего запланировано 5 конкурсных этапов. Задания будут приходить каждые 3 дня, начиная с 8 декабря. Только пройдя все испытания, команды смогут смонтировать итоговый видеоролик. Готовый материал необходимо отправить на электронную почту организаторов. Адрес вы видите на своих экранах. Работы принимаются до 8 часов вечера 23 декабря. Победителей конкурса жюри определит в предпраздничную неделю. Подробнее можно узнать на официальном сайте администрации города Чебоксары. Хоккейный клуб Чебоксара – безоговорочный лидер первенства ВХЛ. После домашних игр против Курганского юниора наши хоккеисты увеличили беспроигрышную серию до 17 матчей. Богатыри победили во всех четырех матчах. Сейчас в активе нашей команды 42 очка. Это на 9 больше, чем у преследователей Алтайского Динамо. Именно с этой командой чебоксарцам предстоит встретиться до конца года. На домашнем льду богатыри сыграют после Рождества. Это были главные новости вторника, 8 декабря. А я прощаюсь с вами. До завтра.